всем привет добро пожаловать на наш youtube канал меня зовут сона поскольку поступает огромное количество вопросов относительно того куда можно сейчас поехать учиться какие страны принимают какие страны не принимают какие визовые центры открыты где есть карантин где нет карантина вот сегодня я решила сделать небольшое видео чтобы у вас было больше пониманием какая сейчас вообще в целом ситуация по данному вопросу на сегодняшний день границы открыты с англией если мы рассматриваем из россии не только с россии с европейских стран открыты границы в англию то есть англия в принципе принимает на обучение единственное что у них есть десятидневный карантин то есть обязательно по приезду туда вы должны отсидеть этот 10 недельный карантин при этом на третий и на восьмой день вам обязательно нужно сдать тест на к вид то есть вы улетаете из вашей страны уже с учетом молочной справки да о том что у вас нет к вида плюс еще и там два раза вы сдаете к вид это что касается англии но при этом границы открыты визовые центры открыты то есть спокойно можно подать и уехать то есть целом меня есть очень много студентов которые например уезжают от месяца и больше соответственно они готовы 10 дней позаниматься онлайн а потом уже перейти в саму школу школы открыты полностью все открывается 17 мая то есть полностью имеют это все музеи все галереи бары клубы ну и все остальное это официально уже озвучено второй момент это сша которых тоже очень интересует сами границы то есть я бы перелет из сша открыты есть прямые рейсы в нью-йорк есть прямые рейсы в лос-анджелес и в майами можно улететь с этим никаких проблем нет единственное что если у вас нет визы то соответственно нужно делать эту визу и в россии пока что закрыты визовые центры но граждан и россии могут получить визу в украине в киеве и в казахстане в нурсултане и в городе алматы но я думаю что чуть попозже откроются еще какие-то страны которые будут принимать граждан россии но в большинстве случаев это конечно страны снг пока по европе к сожалению нет возможности хорошая по статистике хорошая вообще одобряемый что в одной что в другой стране ну если помните вам рассказывала для сша важные определенные нюансы не то что где вы подаетесь да именно нюансы то есть очень такой плохой стереотип есть да вот последнее время меня часто спрашивают вот в украине точно мне откажут нет они не рассматривают вас там с политической точки зрения да то есть они рассматривают как человека который хочет улететь в америку им абсолютно без разницы гражданин какой вы страны они просто будут смотреть на ваши документы на привязку к родине и так далее так далее вот есть еще вариант поехать учиться в безвизовые страны такие прекраснейшие как дубай так киптаун если помните вам рассказывала в принципе обязательно расскажу и про дубай то есть это страны в которых виза не нужна до трех месяцев если едете учиться виза вам не понадобится здесь вообще все открыто покупаете просто билет улетает единственное что нужно будет сдать тоже тест на к вид здесь и соответственно по прилету сдаете еще там остальные страны как австралия канада новая зеландия они пока закрыты канада принимает только студентов по курсу от 6 месяцев и дольше то есть это именно студенческая долгосрочная виза но у них там тоже есть куча куча нюансов надо приехать три дня жить в определенном отеле оплатить 2000 долларов за это сдавать тест каждую неделю в общем там очень много таких мелких нюансов мелких но дорогих нюансов вот то есть если канаду рассматривать то это лучше уже рассматривать ближе к концу года именно поездки бронировать лучше вообще все сейчас потому что самые самые вкусные цены до школы дают вот австралия новая зеландия тоже до конца года не планируют открываться то есть тоже можно бронировать свои курсы наперед там не знаю можно на следующий год даже сбронировать курсы но при этом сохранить эти цены да то есть в договоре прописываются именно цены на момент бронирования европейские страны допустим мальта да то есть они в принципе у работают школа работает они готовы принимать но у нас к сожалению пока нет возможности туда улететь когда-то была возможность приехать в турцию быть в турции две недели потом из турции улететь на мальту не чтобы не было никаких карантинов но сейчас опять таки к сожалению отменили эту возможность то есть сейчас улететь на ту Мальту возможности нет, Германия, Франция и так далее, тоже возможности нет, они начали сейчас принимать документы только на долгосрочные курсы, то есть это на полгода, на год, ну и так далее, вот, но тоже рассматривают очень долго и не гарантируют, что вовремя успеют все сделать, вот. Поэтому, если человек хочет поехать в ближайшее время, да, то есть это май на майские праздники или там в июне, я порекомендую рассмотреть Дубай и Киптаун, то есть это безвизовые страны, либо можно забронировать курс в Англию, но, естественно, это как бы не на две недели, она побольше с учетом 10-дневного карантина. Если рассматривать юниорские программы, детские программы, то они рассчитаны, в принципе, только на лето, то есть это летний период с середины июня, примерно до середины августа, в зависимости от школы, в зависимости от города, принимают от 10 лет, от 10 до 17, то есть это именно юниорская программа, тоже сейчас школы все открыли, то есть они принимают, это тоже такой большой плюс, это показывает тот факт, что страна готова принимать людей, да, то есть не планирует закрываться. Плюс, если вы смотрите, следите за новостями, в Англии очень много людей вакцинируется, то есть они планируют по статистике, чтобы 60-70% населения уже к лету были вакцинированы, граждане, да, непосредственно Англии. Поэтому они, собственно, вот эти локдауны и все остальное делали для того, чтобы к сезону, а сезон это у нас лето, они могли спокойно принимать уже и туристов, и студентов, и так далее, и так далее. Вот, поэтому на вопрос, куда сейчас можно улететь, могу сказать, что это либо Англия с учетом карантина, это либо США, если у вас есть виза, вообще нет вопросов. В США, кстати, во многих штатах и в принципе нет карантина, в Сиэтле, в Бостоне, в Сан-Диего нет карантина, да, то есть есть в Нью-Йорке, и то там трехдневный карантин, то есть вы приезжаете, на третий день сдаете тест, и там на пятый день выходит, то есть примерно меньше недели выходит у вас карантин. Вот, то есть с Америкой нет проблем, если у вас есть виза, если нет, то просто получаете либо в Украине, либо в Казахстане. Вот, остальные страны, Канада, Австралия, Ирландия, они пока закрыты, визовые центры пока закрыты, но с точки зрения экономии денег, да, с точки зрения бюджета, конечно, в идеале бронировать курс именно тогда, когда все закрыто, потому что исключительно за счет этого и благодаря этому школа дает очень хорошие скидки, да, для того, чтобы сейчас хотя бы набрать студентов на попозже. То есть от там 15 до 35% есть скидки, в зависимости от школы. Это очень крутые скидки, правда, поверьте мне, таких скидок, как мы получаем вот во время пандемии, да, в период пандемии, ну, никогда, никогда у школ таких скидок не было. Напоминаю, для бронирования мы выбираем с вами школу, выбираем количество недель, выбираем вид проживания, на основе этого мы оформляем с вами договор, на основе договора вы вносите предоплату, у каждой школы своя предоплата, да, там это от 20-35% от стоимости обучения, не от всего полного пакета, а только от стоимости обучения. Вот, после того, как вносится предоплата, соответственно, уже на основании этого школа присылает нам документы, подтверждающие ваше бронирование. Даты мы всегда с вами сможем поменять. Если вы забронировали курс там на 10 июня, например, да, образно говоря, но там потом по истечению обстоятельств вы хотите поехать в июле, нет проблем. Вы только мне скажите заранее, за две недели до поездки, мы вам эти курсы перенесем хоть на 18 месяцев вперед, это все разрешается, это все прописывается обязательно в договоре. А остаток за вычетом этого аванса вы оплачиваете уже только после получения визы, да, в ту же Англию или там в тот же США и так далее, или там в те же Дубаи и в Киптаун, просто там не после получения визы, а за две недели до начала вашего обучения. Вот это вот примерно, чтобы вы понимали по ценам, в Англии, например, да, если ориентироваться, там, допустим, на две недели можно поехать и на от 70 тысяч рублей, там, до 120, до 130, в зависимости от школы. Вот, если, соответственно, это месяц обучения, да, то это уже там от 150 и больше. Если рассматривать Дубай, в Дубае сейчас есть вообще шикарнейшие варианты, да, там, пакетные предложения, там, от 90 тысяч рублей, но это с учетом обучения, проживания, там, и так далее. Вот, то есть, как бы, welcome, как говорится. Поэтому, если вам что-то интересно, если возникают вопросы, если хотели бы уточнить какие-то нюансы, обязательно пишите в комментариях, с удовольствием просто со всеми пообщаюсь. Есть номер телефона мой, да, который вам передадут менеджеры, можете прям напрямую мне написать в WhatsApp или позвонить мне на мобильный. Я всегда на связи, с удовольствием с вами пообщаюсь. Обязательно, в любом случае, с каждым индивидуально подберем тот или иной курс или ту или иную страну. Вот, поэтому подписывайтесь на наш канал, колокольчик обязательно, обязательно жмем на вот этот прекрасный колокольчик, чтобы не пропускать информацию, которую буду, ну, стараться хотя бы раз в неделю, раз в две недели вам рассказывать, чтобы вы были в курсе, что происходит сейчас в мире, именно в сфере обучения за рубежом. Всем спасибо, хорошего вам дня, прекраснейшего настроения, буду ждать от вас комментарии.